Профсоюз в Узбекистане организован практически онлайн-семинар на тему «Основные задачи профсоюзов по защите социально-экономических интересов и трудовых прав сборщиков при сборе хлопка сырца и созданию для них достойных условий труда». В онлайн-режиме в семинаре приняли участие специалисты районных комитетов Республики Каракалпакстан и всех областей профсоюза работников агропромышленного комплекса. Подробности далее. В рамках семинара участники детально обсудили вопросы соблюдения требований ратифицированных Узбекистаном Конвенции МОД, а также заключение трудовых договоров в привлечении сборщиков к сбору хлопка, к членству в профсоюзах и ряд других вопросов. В Республике Узбекистан принимаются масштабные меры по искоренению детского и принудительного труда. Особенно это касается сельского хозяйства и в частности хлопководства, где в прежние годы для сбора хлопка привлекались большое количество сборщиков и в их работе очень важно исключить детский труд и принудительный труд. Поэтому в этом году профессиональные союзы Узбекистана будут вести общественный контроль не допущения детского и принудительного труда при сборе хлопка. Подчеркивалось, в результате системных реформ в сфере социально-трудовых отношений, проводимых при сильной политической воле и инициативе президента, сегодня проводится масштабная работа по полному недопущению детского и принудительного труда. Отвечая на вопрос, на какие правовые основы нам следует опираться в отмене принудительного труда, прежде всего следует отметить, в основном законе статьи 37 Конституции однозначно запрещен принудительный труд, кроме как в порядке исполнения наказания по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. Так, согласно статье 7 Трудового кодекса, принудительный труд, то есть принуждение к выполнению работы под угрозой применения какого-либо наказания, в том числе в качестве средства поддержания трудовой дисциплины, запрещается. Постановление Кабмина о дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан, подчеркивали выступающие, стало серьезным практическим шагом в обеспечении реализации законодательных требований в этой сфере. Согласно документу, нахокимов, руководители государственных и хозяйствующих субъектов всех уровней, возложены задачи незамедлительно предупреждать и устранять случаи принудительного труда, а в случаях возникновения сообщать в правоохранительные органы. В данном терминале принимают участие представители районных советов, профсоюза работников агропромышленного комплекса, каждого района и города нашей Республики. Для них вводится понятие, как работать в этом году в вопросах искоренения детского принудительного труда. Дело в том, что принимаются сейчас меры, повышается оплата за килограмм собранного хлопка, создаются санитарно-гигиенические условия. Работники, которые переезжают из других регионов для сбора хлопка, им будет выделяться материальная помощь в размере 500 тысяч сумм единовременно. Вот эти все меры направлены для предупреждения принудительного труда. Отмечалось вступление фермерских хозяйств, выращивающих хлопок. Хлопково-текстильные производственные организации «Кластеры» безусловно означает, в этом вопросе начался серьезный испытательный период. Как было отмечено на онлайн-семинаре, в результате предусмотренных мер члены хлопковых отрядов, согласно закону о профессиональных союзах, Конвенции о свободе объединения и защите права объединяться в профсоюзы могут воспользоваться правом создавать профсоюзную отрядную организацию, избирать организатора и становиться членами профсоюза работников агропромышленного комплекса. Профсоюзы должны проводить общественный контроль, чтобы на каждом рабочем месте, на каждом поле не было случаев ни детского, ни принудительного труда. И вот в этом семинаре разъясняется суть и положение национального законодательства, Конвенции международной организации труда, так же, как разъясняется необходимость заключения трудовых договоров или договоров гражданскоправового характера, для того, чтобы найм был свободный, и для того, чтобы работник получал достойную оплату за свой труд, и работал в благоприятных санитарно-гигиенических условиях, был обеспечен средствами защиты и питанием. Для решения поставленных задач Федерации профсоюзов Узбекистана совместно с Министерством занятости и трудовых отношений разработано методическое пособие «Предупреждение рисков принудительного труда». Оно распространено во всех заинтересованных министерствах, ведомствах и хокемиатах. На семинаре особо были отмечены обязанности руководителей кластеров и фермерских хозяйств. Это обеспечение на полях, где организован сбор условий труда в соответствии с требованиями охраны труда, предоставление руководителям отрядов и сборщикам соответствующих инструкций по охране труда, исходя из требований безопасности на хлопковом поле, разъяснение о возможных угрозах на хлопковых полях, а также повышение ответственности должностных лиц, определение лежачих мест, полевые навесы, дома и другие здания для хлопкоуборочных отрядов, участвующих в сборе урожая, на основании утвержденной дислокации организации дезинфекции спальных и столов мест посредством договоров с районными санитарно-эпидемиологическими центрами. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности лицами, участвующими в сборе хлопка, водитель, трактора, весовщик, хлопкоочистители и другие. С целью контроля здоровья участников сбора, организация в спальных местах, медицинских пунктов и обеспечение их необходимыми медикаментами. В конце семинара участникам даны соответствующие рекомендации по организации общественного контроля над созданием достойных условий труда для сборщиков хлопка. Стоит напомнить, на базе юридической клиники при Федерации профсоюзов Узбекистана функционирует механизм обратной связи. По короткому номеру 1092 граждане могут позвонить в колл-центр с обращениями и вопросами, связанными со сбором хлопка и защитой их трудовых прав. В целях обеспечения непрерывной обратной связи в юридической клинике организовано круглосуточное дежурство специалистов и действует механизм по немедленному реагированию на обращения. В случае нарушения ваших трудовых прав обращайтесь на телефон доверия Федерации профсоюзов Узбекистана 1092.